Добрый день! Сегодня 15 октября, мы находимся на мусорном полигоне, где уже вторые сутки не пускают машины-мусоровозы компании регионального оператора ООО Якутска-кассети. Машины не пускают по приказу руководства жилкомсервиса, кому принадлежит мусорный полигон. При этом мы стали свидетелями того, что какая-то машина без опознавательных знаков, частная, видимо, спокойно проехала, оплатила проезд и проехала на полигон. В городе происходит мусорный коллапс, во многих дворах очень большое уже скопление мусора в течение этих двух суток, и мы сейчас попытаемся разобраться в этой ситуации. Мы сейчас возьмем интервью у генерального директора ООО Якутска-кассети Владислава Владимировича Сазонова. Спасибо большое, что вы пришли и отозвались, и готовы дать нам интервью. Владислав Владимирович, объясните, пожалуйста, что происходит? У нас весь город тонет в мусоре, очень много жалоб поступает. И я вот вижу то, что на полигон пускают частные машины, но при этом машины ваши более 20, да, я как посчитала, машины стоят здесь в очереди, и мусор не выводится с города. Что происходит? С 13 октября окружной администрации и жилкомсервис были введены ограничения по въезду специализированной техники Якутска-кассети на полигон. Хотелось бы отметить, что полигон является единственным местом, где складируются твердые коммунальные отходы. С этой позицией мы категорически не согласны и считаем, что эта ситуация недопустима, в том числе в период распространения коронавирусной инфекции. Мы не согласны с условиями, которые выставляет нам окружная администрация и жилкомсервис по одной простой причине. Почему население жителей нашего города и городского округа Жатай должны платить в несколько раз больше за размещение отходов на этом полигоне? Поскольку есть тарифное решение, есть, допустим, жилкомсервис не согласен с тарифным решением, есть правовые инструменты, они могут, ничто не мешает им обратиться в судебный институт, к примеру, обратиться в тот же Госкомценрек по регулированию данного вопроса. Получается, здесь за счет населения города, увеличения платы их за коммунальную услугу, они хотят решить проблемы своего предприятия. Я понимаю, что сейчас у всех тяжелая ситуация, но решать проблемы за счет жителей города, я считаю, что недопустимо. Была анонсирована информация о том, что мы должны более 100 миллионов рублей, это информация недостоверная, якобы им нечем платить заработную плату, там больше 200 человек в жилкомсервисе работают на предприятии, но мы же видим, что здесь 200 человек нету, ну элементарно, да? Здесь работают максимум человек 10-12, ну, грубо говоря, операторы полигона, походчики и так далее. Соответственно, та сумма средств, которую мы отправляем, ее вполне достаточно, то есть мы 20% от установленного тарифа полностью оплачиваем, есть, конечно, задержки, но их условия неприемлемы, то есть мы считаем, что с этим соглашаться нельзя. Что касается, вы спросили, заезда сторонних организаций на полигон, да, но мы знаем, что на этот полигон, и у нас есть достоверные факты, под видом строительных отходов завозятся твердокоммунальные отходы, организациями, возможно, даже не имеющими лицензии на перевозку отходов. 45% отходов, то есть минуя оригинальный оператор, вывозятся сюда. На полигоне не установлено кассовое оборудование, то есть, грубо говоря, тоже грубейшее нарушение. Вот и с одной стороны сейчас проводится прокурорская проверка, насколько я знаю, поскольку информация была анонсирована сегодня, я думаю, что по итогам данной проверки будет дана правовая оценка этим действиям. Мы считаем, что действие неприемлемы и незаконны. Сколько требуют с одной машины для проезда? Условия жилкомсервиса с окружной администрацией ставят выше тарифного решения, то есть они применяют максимальный коэффициент уплотнения, который для нас неприемлем. Даже элементарно по грубому расчету, да, наша техника не может при максимальной загрузке такой объем вывести, по сути. Вот, и для нас это, еще раз повторюсь, неприемлемо. То есть они хотят нам отпустить талоны, применяя максимальный коэффициент уплотнения. Но это, получается, будет нагрузка на тариф от населения, правильно? Тариф, это установлен он для населения, тариф по захоронению, вывозу отходов. Региональный оператор Якутской Кассети мы только отходы вывозим. То есть мы занимаемся только транспортировкой. Вот. Мы свою функцию выполняем полностью, то есть вывозим его с жилищного фонда, с юридических лиц. А за захоронение платят также жители города, а не Якутской Кассети. Ну, а вот если вы будете платить по тем нормативам и по тем требованиям жилком сервиса, то какая сумма получается? И какая нагрузка будет ложиться на население? Ну, это будет существенно. Если бы мы согласились бы эти условия, они ставят с начала года, если бы мы с этими условиями согласились, то бы норму объема мы бы уже вывезли утрированно в мае. Понимаете? И у нас бы не было правовых оснований начислять жителями, юридическим лицам. Вот. То есть в данном случае жилком сервис должен обращаться либо в судебные инстанции, то есть, да, либо обращаться к регулятору, чтобы он этот вопрос решил. Это им ничто не мешает сделать. То есть вот такая ситуация. Вы как юрист чисто с правовой точки зрения как расцениваете вот эту вот ситуацию, да, и поведение жилком сервиса? Ну, во-первых, это, как я сказал, это единственный объект, он, можно сказать, что категорийный объект. Единственное место, где можно размещать твердые коммунальные отходы. И я считаю, что в период коронавирусной инфекции вообще в целом со стороны там экологического законодательства, Инстанпина, это недопустимо. Я же правильно понимаю, что сейчас здесь на полигоне находятся все ваши машины, да, которые работают на вывозе мусора по городу? Более 20 машин, да? Да, тут более 20 единиц техники, мы уже в третий день стоим, грубо говоря, никуда не уезжаем, машины полные. Если нам дадут возможность заехать, мы сразу же разгрузимся и поехать, поедем дальше выполнять свою задачу. Свою задачу мы выполняем. Мы, еще раз повторюсь, что мы вывозим отходы, то есть мы транспортировщики отходов. А захоронением занимаются жилком сервис. И это все сидит в коммунальном тарифе, за который платит население, а не якутсо-кассетик, как было анонсировано. Но вчера была коллегия совещания при МинЖКХ под руководством Емельянова Вячеслава Павловича, да, и было принято решение о том, чтобы не препятствовать проезду автомашин якутской кассети. И срок там какой был? Ну, сколько я помню, регулирую данный вопрос в течение дня. Ну, да, поскольку я помню, до обеда должно было быть все решено. Но препятствия все равно существуют, их условия. Мы сейчас приехали в жилком сервис для того, чтобы взять комментарий у руководства МУП жилком сервис. К сожалению, Валерия Сергеевна Белоуссана не может дать нам комментарий, поэтому мы возьмем комментарий у заместителя по финансам и экономике Олега Марсиловича. Причем все-таки проблема того, что сейчас происходит? Почему машины якутской кассети не пропускают на мусорный полигон? Смотрите, значит, в сетях входит такая информация, что полигон закрыт. На сегодня полигон не закрыт. Он работает в штатном режиме. Для всех, кто заключил договора или приобрел талоны, въезд беспрепятственный. Якутской кассети на сегодня не приняли мер к приобретению талонов, не заключили договор. На сегодня с якутской кассетей нет заключенного договора. Поэтому, значит, так как для всех въезд на общих основаниях, якутская кассета не проезжает на полигон. Скажите, пожалуйста, а когда все-таки был, был ли вообще этот договор, когда он расторгнут, на каких основаниях и какая тарификация? На договор не расторгнут, договор просто не заключен на сегодня. Значит, поэтому здесь вопрос, как бы, стоит со стороны якутской кассети. Они, значит, не согласовывают, не подписывают договор. При этом дня три назад машины до этого свободно проезжали. Что случилось? Почему три дня назад они спокойно ездили, а сейчас уже на протяжении трех суток они стоят? И как бы у нас происходит то, что мы видим по городу Якутску. Мусор не вывозится из-за того, что мусороводы все столпились возле полигона. Смотрите, значит, действительно ситуация сложная. Якутской кассети заезжали на полигон без приобретения талонов, пропускали. Но так как захоронение требует все-таки вложения средств, это приобретение песка, ГСМ, ремонт техники, зарплата водителей, мы не можем себе позволить не производить захоронение. То есть на это нужны средства. Но сегодня у нас никаких ресурсов уже нет. То есть у нас нет возможности производить это захоронение. Нет, я правильно понимаю, да, но как бы чисто как обыватель, почему город, жители города должны страдать из-за того, что у му в жилком сервисе нет денег на захоронение. Я вот это не могу понять. Нет денег, потому что нам не платят. Ну, не платят кто? Якутской кассети. Но при этом якутской кассети до этого они вам оплачивали как-то? Смотрите, значит, ситуация какая. Мы выставляем счета на тот объем, который они завозят. Оплата производится либо очень маленькая, то есть не хватает ее ни на что, да, либо не производится. Поэтому запускали, терпели, сейчас просто нет возможности. У нас нет финансовых возможностей производить захоронение. Хорошо, хорошо, я вас понимаю, да, что у вас нет средств на захоронение, но почему у меня вопрос, почему жители города должны страдать от этого? Вы не можете это решить? Прошлый вопрос, надо задать вопрос о якутской кассете. Я только что разговаривала с генеральным директором якутской кассети, Владислав Владимирович подъезжал на полигон, мы с ним разговаривали, брали у него интервью, и он сказал то, что это не правомерное действие му в жилком сервисе, потому что вы не имеете права по закону вас препятствовать проезду мусоровозов. Тем более в период коронавируса. Нет, это неправда, есть судебная практика о том, что мы имеем право закрывать полигон, не закрывать полигон, а ограничивать допуск для тех, кто не оплачивает. То есть, если оплаты нет, как с электроэнергией, если мы не платим, нам ее выключают. Вот и все. Нет, но вы же понимаете, что вы создаете антисанитарную обстановку. Это не мы создаем, это создает якутская кассета. Ну, они же не могут вывозить, убирать мусор, потому что... Они должны платить. А куда они должны выбрасывать мусор? Они должны платить. А по каким расчетам? В смысле по каким расчетам? А вы понимаете, что это шантаж какой-то? Это не шантаж. Это почему остальные платят? Почему юридические лица и прочие платят? Какая задолженность на данный момент, на сегодняшнее число у регоператора перед жилком сервиса? У регоператора задолженность больше 50 миллионов на сегодня, неоплаченная. А как она скопилась, за какой период? Ну вот не платят они, начиная с... Это я за этот год сказал. С начала года? Вот у нас идут судебные... То есть у нас в прошлый год вопросы по взысканию задолженности решаются в судебном порядке. А вот эти вопросы по суммам я вам, конечно, не скажу. Хорошо. Вчера также состоялась межведомственная комиссия в Минжекаха под руководством первого заместителя министра Емельянова, где было принято решение в течение суток регулировать этот вопрос и чтобы был доступ мусороводов к полигону. Почему на сегодняшнее число, на 15 октября машины как будут? Знаете, я не присутствовал на этом совещании. Этот вопрос, наверное, не ко мне. Я вот эти вопросы не решаю. Тогда сейчас... То есть вы... Ваша позиция сейчас, я правильно понимаю, такая, что пока они не погасят и не будут платить, вы их пускать не будете. И пускай в городе весь тонет в мусор. Въезд на общих основаниях все платят, и пускай кассети, они тоже должны платить для того, чтобы производить захоронение. А у вас своих оборотных средств нет? Нет. Какая сейчас тарификация у вас? Сколько вы берете за куп? Рекоператора за куп 123 рубля. 123 рубля. А до этого они сколько платили? Они не... Речь не в тарифе, как бы, да, не проблема, значит, от того, что они с тарифом не согласны. Они не платят за те объемы, которые завозят. Вот и все. К тарифу вопросов нет ни у рекоператора, ни у нас. Вещь идет о том, что они не платят за те объемы, которые они завозят. Как вы рассчитываете эти объемы? Вот что вы с них требуете? По факту, как завозят. Ну, у вас же там нет весового контроля, а о каком факте вы можете говорить? 505-е постановление есть. А почему, кстати, насчет, вот, вы не устанавливаете весовой контроль на полигоне? Как это требует федеральный закон? На сегодня нет финансовой возможности, потому что нам, опять же, не платят рекоператора. Как заплатят, мы спокойно установим. А каково сейчас финансовое состояние вашего учреждения? Очень удручительное состояние. У нас большие задолженности и по налогам, которые надо закрывать своевременно. Поэтому, опять же, повторюсь... А как они сложились? Не платят нам. Ну, у вас же, помимо полигона, есть и другая деятельная же. Это же не только то, что... Я понимаю, вы же не хотите, чтобы мы за счет другой деятельности закрывали убытки полигона. Но так же нельзя. Полигон должен себя сам платить. Должен сам себя покрывать. Хорошо, но вот эти вот все финансовые неурядицы можно же как-то решать в правовом поле, в суде. Ну да, но почему тогда год отстадает? Вот это вот вы мне... А скажите? Хороший вопрос. Задайте вопрос от директора Якутской кассеты. Я ему задала. И что он ответил? Он ответил, что сейчас идут судебные тяжбы, но при этом есть постановление, которое говорит о том, что неправомерность действий как раз таки со странным мубжилком сервис, который воспрепятствует проезду техники. И это создает экологическую катастрофу, можно так сказать, в городе. Не согласен, значит, судебные тяжбы идут по задолженности прошлых периодов, никак не за это. Они должны приобретать талоны, либо заключить договор и оплачивать за те объемы, которые завозят сейчас. Сейчас никто к ним вопросов не задает, чтобы они оплатили, значит, прошлые периоды, так как идет судебная тяжба. И по итогам судебного решения будет принято, точнее, уже будет понятно, значит, город страдает. Смотрите, значит, город страдает из-за того, что нам не платят. Почему город должен страдать из-за того, что нам не платят, вы скажите. Он не должен страдать. Поэтому прикутская кассета должна оплачивать за везенные объемы. И тем более в период пандемии создавать вот такую вот экологическую ситуацию. Там и маски лежат, и препараты лежат, и собаки там это все разносят. Я вам говорю, что для того, чтобы производить по всем правилам захоронения отходов, чтобы не было возгорания, чтобы все жители также не страдали, мы должны его, значит, захоронить со всеми правилами. То есть мы должны обеспечить завоз песка, ремонт ГСМ, зарплату и все остальное. Хотим, чтобы на общих основаниях якутской кассете заезжал, то есть платил. Вы хотите, чтобы они бесплатно заезжали? Они же, ну почему, они же до этого, как три дня назад, они же как-то проезжали. Бесплатно заезжали. Или платили там, я не знаю, настолько мало, что этого даже на ГСМ не хватает. На ГСМ кому? Трактору, который там равняется. Сколько, хорошо, сколько человек работает у вас на поле? У меня тоже другие вопросы. Лучше задайте вопросы к кассете, почему они не оплачивают за везенный мусор. Почему не хотите приобретать толлоны, задайте вопросы. Владислав Владимирович, извините, пожалуйста, за беспокойство. Мы сейчас находимся в МУП-жилком сервисе и разговариваем с заместителем генерального директора. Вопрос следующий. Когда мы получим в полном объеме оплату за весь везенный мусор? Вы начнете приобретать толлоны для того, чтобы на общих основаниях увозить мусор? Дело в том, что мы вчера с вами встречались по поводу приобретения толлонов. Вопрос тоже обсуждался. Но мы-то не дали ответ. Какой механизм отпуска толлонов в зале, чтобы будет отпуск производиться с применением максимального коэффициента уплотнения? В соответствии с 500-м постановлением. Для нас это неприемлемо. Потому что непосредственно это увеличит плату за возимый объем отходов, который тарифным решением так же противоречит. И хотелось бы отметить то, что это коммунальная услуга и за вывоз и за хранение отходов платит население и потребители, а не оригинальному оператору. Оригинальному оператору эта оплата производится населением. И тот механизм, который вы предлагаете, он противоречит 89-му федеральному закону. Это неправда. А также постановление 1154 по обращению с отходами, которое говорится, что это коммунальная услуга. И механизм оплаты производится, и его реализация следующим месяцем за отчетным. То есть мы начисления людям производим... Тогда вам надо оспорить 505-е постановление в суде. Вот и все. Это же коммунальная услуга. А то, что у вас какие-то взаимоотношения с другими сторонними организациями, это совершенно не так. И другие источники, возможно, есть финансирование. Это не так. Другой вид деятельности. А у нас коммунальная услуга, у нас единственный источник, это предоставление коммунальной услуги. Но у нас тоже источников нет. Если вы не согласны с 505-м постановлением, мы просто оспорьте его в суде, и все. И тогда будем по-другому. ...в том, что сейчас Желкомсервис пытается за счет населения и горожан, ну, жителей нашего города, да, увеличить имплату в несколько раз, да, тот объем отходов, который вывозится на полигон. Но мы считаем, что якутская кассета пытается за счет мукжелкомсервиса не производить свои расходы. И тем самым решить, ну, грубо говоря, вопросы своего предприятия. Это неправда. Выкручивают нам руки и говорят, покупайте... Это ваше, это то, что вы додумываете, это не является, то, что вы представляете себе, как бы, да, оно не является действительностью. Уже заведомо отказываются от... Нет, ну давайте хорошо, я, как гражданин и житель города Якутска, не обязана сидеть в мусоре из-за ваших каких-то премий с якутской экосетями, правильно? Согласен. Они должны вывезти этот мусор. Ну, да, но потому что у них весь мусороманок стоит... Секундочку, вы согласны, что они должны вывезти этот мусор? Да, должны. А куда они должны его вывезти? А это уже не должно вас заботить. То есть мы не препятствуем въезд беспрепятственный, но почему-то якутской кассети хотят ездить бесплатно. Из 6 миллионов, которые они нам должны платить, они нам платят всего 2. Мы только что взяли интервью у руководства жилкомсервиса. К сожалению, Валерия Сергеевна Белоус сама не смогла дать нам интервью из-за того, что у нее было ВКС. Дал интервью ее заместитель по финансовой части. И при этом позиция жилкомсервиса такая, что они не пускают автомобили, мусоровозы якутской кассетей из-за того, что они, имеют в виду якутской кассети, не хотят платить по тем тарифам, выставленным перед ними. Но при этом те машины, которые платят и приобретают талоны, они проезжают на полигон. Но я не могу понять, почему жители города Якутска должны страдать из-за каких-то финансовых споров двух хозяйствующих субъектов. Субтитры создавал DimaTorzok